История о девушке, которая предпочитает завтракать там, где угощают самыми сладкими грезами в Нью-Йорке, возле магазина Тиффани. Это история о девушке, которая живет с безымянным котом, потому что считает, что ничто в мире ей не принадлежит. Это история о девушке, которая боится быть прирученной и боится кого-то к себе приручать. История о Холли Галайтли. Кто же такая Холли Галайтли? Коварная соблазнительница или невинное создание? Об этом мы поговорим сегодня в обзоре культового фильма Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани». Из моего разбора вы узнаете о том, как снимался фильм, об интересных фактах о создании этого фильма, ну и, конечно, о том, как появился культовый образ Холли Галайтли и как он повлиял не только на жизнь Америки 60-х годов, но и на современную культуру в целом. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать самые сочные разборы культовых голливудских фильмов. Здоровская вечеринка. А кто все эти люди? Откуда мне знать? Друзья друзей? Когда вы посмотрите фильм Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани» в первый раз, вам может показаться, что вы вообще не поняли, что с вами произошло. Словно вы попали на большую, затянувшуюся допоздна вечеринку в Нью-Йорке. Хозяйка вечера встречает гостей. Она мила и приветлива с каждым. И ты! Фред, дорогуша, как я рада, что ты пришел. Я тебе подарок принес для книжной полки. О, как это мило. Она богиня, мечтательница, само совершенство. Милый, позвони ему, скажи, что Фред гений. Не нужно. Ее зовут Холли Галайтли. Я очень польщен тем, что вы позволили мне присутствовать на вашей вечеринке. Так кто же такая Холли Галайтли? Жила-была очень милая и очень напуганная девушка. И никого у нее не было, кроме безымянного кота. Холли – это кошка, которая гуляет сама по себе. Она живет свободной жизнью и не хочет, чтобы ее приручали. Я делаю свое сердце диким зверушкам. Иначе они становятся сильнее, а потом убегают в лес или улетают на дерево. Возможно, прочитав книгу Трумэна Капоте с одноименным названием «Завтрак у Тиффани», у вас сложится однозначное мнение о том, что Холли Галайтли – девушка легкого поведения. Но режиссер фильма Блейк Эдвардс решил немного по-другому. Он снимал фильм не о девушке легкого поведения. Он снимал фильм о чудачке, о личности, которая находится в поиске себя. И чтобы более точно разобраться в том, что именно хотел сказать режиссер своим творением, нам нужно вернуться немножко назад, в Голливуд 60-х годов. В этот период в Голливуде царила полярность женских образов. Либо героиня была святой, как Дорис Грей, ее привлекал домашний быт, у нее были дети и счастливая семья. Либо героиня была грешницей, как Мэрилин Монро. И в этот период в Америке была потребность в новом образе, в образе хорошей-плохой девочки. Это было послевоенное время, время, когда антидепрессанты продавались в огромных количествах. И каждый человек хотел перестать волноваться и отвлечься от мыслей послевоенного периода. Завтрак у Тиффани это как раз-таки предвестник новой эпохи. Эпохи хиппи, сексуальной революции и феминизма. Этот фильм смело можно назвать символом эпохи 60-х годов. В то время в Америке появилось такое понятие, как битник. Битник это человек, который придерживается антиматериалистического образа жизни. То есть он не привязан к вещам и совершенно свободен, как внутри, так и внешне. Именно поэтому мы видим в фильме зачатки такого образа в виде образа Холли Галайтли. Девушка отрицает быт, она держит телефон в чемодане. Я положила его в чемодан, что призвонил потише. Молоко она пьет из бокала для шампанского, а флакончик духов она прячет в почтовом ящике. И самое главное для Холли это свобода. Холли Галайтли это целый мир со своими правилами и законами. На самом деле сейчас сложно представить, что кто-то мог изобразить образ Холли Галайтли лучше, чем Одри Хэбборн. Но интересный факт, что Трумэн Капоте, когда писал эту пьесу, видел в варианте экранизации этой пьесы лишь Мэрилин Монро. И всеми силами он отстаивал свои интересы в киностудии Парамаунт, когда киностудия купила сценарий Трумэна Капоте. Парамаунт был однозначно настроен против Мэрилин Монро. Во-первых, за ней закрепился образ сексуальной девушки, секс-символа, который был слишком ярким для этого фильма. Во-вторых, Мэрилин Монро славилась дурной репутацией. Она часто опаздывала и забывала текст. Ну и в-третьих, когда Мэрилин Монро узнала о том, что ее кандидатуру рассматривают на роль Холли Галайтли, она была на самом деле невероятно счастлива. Но, к сожалению, ей пришлось тоже отказать киностудии. Все дело во влиянии Полы Страсберг. Пола Страсберг – жена Ли Страсберга, которой преподавала актерское мастерство Мэрилин Монро. Пола отговорила Мэрилин участвовать в таком сомнительном, на ее взгляд, проекте, сказав, что это будет проходной фильм и ей не стоит запятновать свою репутацию ролью девушки легкого поведения. Поэтому кандидатура Мэрилин Монро была заменена на Одри Хепберн. Одри тоже не сразу согласилась принять участие в этом фильме. Во-первых, она считала себя слишком неопытной и молодой актрисой. На момент съемок Одри было 32 года. А во-вторых, она согласилась сниматься только при одном условии – если режиссером фильма станет Блейк Эдвардс. Блейк Эдвардс приобрел известность благодаря популярным комедиям 60-х и 70-х годов цикла «Розовая пантера». Именно под влиянием этого режиссера повесть Трумэна Капота была полностью перекроена. Из этой повести остались лишь главные герои – сосед-японец и кот. Все остальные персонажи были переделаны, была переделана концовка фильма, была добавлена линия взаимоотношений Пола с декораторшей. И можно сказать, что Эдвардс создал скорее диснеевский мультфильм для взрослых, чем нежели драматическую историю из первоисточника. Историки пытаются узнать, кто же послужил прототипом для Холли Галайтли, и вариантов было множество. Начиная от невероятно богатой наследницы Глории Вандербильд, заканчивая матерью Капоты Лилии Мэй и многими другими персонажами. Интересный факт, что некая Бонни Галайтли подала иск против Капоты за клевету и вторжение в частную жизнь, утверждая, что именно она послужила прообразом для главной героини. Но на самом деле все проще. Образ главной героини – это микс из всех образов, которые собрал Трумэн Капоты. На момент публикации произведения Трумэна Капоты у него были большие сложности с тем, что, по сути, главная героиня произведения – это девушка легкого поведения. И несмотря на увещевание редакторов о том, что Трумэну лучше переписать сценарий, Трумэн жестко стоял на своем и даже был готов к тому, что его повесть совсем не опубликуют. Но вот произошло чудо, и в журнале Esquire опубликовали его повесть. А после этого компания Paramount выкупила авторские права. И так началось создание этого фильма. Сравнивая этот фильм с голливудскими фильмами нашего времени, можно сказать, что сейчас в кадре скорее важны какие-то естественные, даже натуралистичные эмоции. В картинах прошлого века присутствовал лоск, присутствовала красивая картинка и некая нарочитость. Например, заламывание рук, плач без слез или поцелуи с сильным наклоном головы. Самая главная задача режиссера была сделать красивую картинку. И этот фильм тоже такой. Сегодня, к сожалению, завтрак у Тиффани был бы снят совершенно по-другому. И в общем-то, в этом и есть прелесть золотого века голливудского кино. Этот фильм можно пересматривать постоянно, не ища в нем примера для подражания, а ища в нем красивую картинку с хэппи-эндом. Самое главное в этом фильме, как мне кажется, это атмосфера. Атмосфера праздника, роскоши, красоты и богатства. Чего только стоит один образ Одри Хепберн в платье с нитями жемчуга на шее, с высокой прической и мундштуком в руке. Ведь этот образ стал одним из самых узнаваемых образов во всем мире. А теперь давайте поговорим о сюжете этого фильма. Капризная девушка, любимое занятие которой ходить в Тиффани, пытается выйти замуж за богатого мужчину. Она не ищет любовь, она ищет деньги. И деньги ей важны не меньше, чем собственная свобода. По моему личному восприятию кино, я считаю, что по прототипу этого фильма были сняты такие фильмы, как «Роковая красотка». Обзор этого фильма вы можете найти здесь по ссылочке, а также фильм «Как выйти замуж за миллионера». Вот здесь по ссылочке можно посмотреть обзор этого фильма. Это история девушки, которая словно украшение из Тиффани, выставлена на продажу и которая согласилась с такой ролью. Увы, ей попадаются те, кто хочет купить ее подешевле, но в ее окружении есть несколько мужчин, отношения с которыми строятся не на рыночной основе. Это Док, ее первый муж, и Пол, ее сосед, который заселился в их дом этажом выше. По сути, та роль, которую исполняла Одри Хепберн, должна была вызывать отталкивающий эффект. Но именно игра Одри сделала из этого образа культовый образ. Исполняя роль наивной и эксцентричной девушки, ищущей богатого кавалера, которая, по ее признанию, стала самой яркой ролью в карьере и одной из самых сложных, потому что Одри Хепберн была интровертом, и ей очень сложно было исполнять роль экстраверта. Одри создала образ Холли Галайтли мягким и нежным, и весь отталкивающий эффект просто испарился. Она облагородила своего персонажа. Образ Холли, который создала Одри Хепберн, очень тонкий и ранимый. Холли хочется сопереживать. Ее терзания кажутся настоящими и очень близкими. На самом деле, Холли — это деревенская девушка, которая переехала в Нью-Йорк для того, чтобы начать новую жизнь. Честное слово, это сам автор. Не сойти мне с этого места. Говорите, пожалуйста, тише, мисс. Ей повезло встретиться с киноагентом, который научил ее правильно разговаривать и правильно вести себя, но, по сути, она осталась с собой. Фред, ты мне поможешь? Чем смогу? Поедешь со мной и доком на автовокзал. Что? Он думает, что я вернусь к нему, и мне нужна твоя помощь. Сама я не справа. Интересно, что в исполнении Одри Хепберн, образ Холли заиграл совершенно по-другому. Из простушки она сделала этот образ более аристократичным. Жесты, повороты головы, курение мудштука выдают голубую кровь Одри Хепберн и делают образ Холли двух- или даже трехмерным. Мисс Голлайтли. Ты же не против, что я их привела? Конечно нет, милая. Правда, в первой половине фильма мы видим, как Одри Хепберн отчаянно пытается скопировать Мэрилин Монро из фильма «Как выйти замуж за миллионера». Если бы я нашла себе местечко, в котором мне было бы так же уютно, как в Тиффани, я купила бы какую-нибудь мебель и дала коту имя. Многие критики говорили, что Одри может сыграть кого угодно, но только не сексапильную и бестолковую кокетку. И в итоге так получилось. Одри не играла сексапильную кокетку. Она играла аристократичную девушку, которая запуталась, которая ищет новую жизнь, которая ищет счастье. Но при этом она очень одинока и запугана. Многие наверняка задумались о том, почему фильм называется «Завтрак у Тиффани», ведь речь вовсе не о Тиффани, а о Холли Галайтли. Секрет в том, что в этот магазин она ходит отдохнуть. Там все изысканно, красиво. Ну как, тебе нравится? Что именно? Тиффани! И за внешней легкостью и поверхностностью героини кроется боль и страх, и она все время прячет свои чувства. Ведь действительно, если задуматься, Холли Галайтли находится в постоянном поиске места, где ей будет хорошо. И таким местом она выбирает для себя магазин Тиффани. Еще один прекрасный персонаж в этом фильме, кроме Одри Хэбборн, это кот. Кот, которого она называет просто кот, потому что не дает ему имени, так как считает, что ничто ей в этом мире не принадлежит. Кот – это прекрасная метафора. Холли Галайтли – напуганное и хрупкое существо. За ее щебетанием, хорошим настроением и кокетливыми манерами скрывается вежливая равнодушие. А теперь давайте поговорим о подтекстах этого фильма, потому что на первый взгляд может показаться, что этот фильм слишком прост для восприятия, и там нет ничего особенного. Но я нашла в этом фильме второй подтекст. С одной стороны, это история о нем и ней, о Холле и о Поле. Оба ведут разгульный образ жизни, они оба на содержание у обеспеченных мужчин и женщин. С другой стороны, эта история о том, что прячется под маской гламурной самоуверенной жизни. Мы видим настоящую Холли в двух сценах. В сценах, когда она узнает о смерти своего брата, и в финальной сцене в такси. И на самом деле, Холли выбрала такую профессию, такую жизнь, не потому что она прожигательница жизни, а потому что она хочет счастья для себя и брата, который остался у нее под опекой. Историки нашли очень много сходств между Холли Галайтли и Мэрилин Монро. Мэрилин тоже сирота. Она тоже очень рано вышла замуж, потому что ей некуда было идти, и ей нужен был человек, который бы продолжал ее защищать и обеспечивать. А после она стала жить той жизнью, о которой мечтала в детстве. За маской Холли Галайтли на самом деле скрывается два образа. Первый – это образ роковой красотки, мечты всех мужчин. Веселый, наивный и очень беззаботный. Сбалмошный, где-то спонтанный, но очень естественный и дружественный ко всем. А второй образ более глубокий. Это образ маленького ребенка, о котором нам рассказывает док, первый муж Холли Галайтли, который вернулся в Нью-Йорк за тем, чтобы забрать ее домой, на ферму, с которой она когда-то убежала. Этот маленький ребенок, который живет внутри Холли, так и не вырос и не вырастет никогда. Именно на эту болевую точку давили продюсеры кинокомпании Paramount Pictures, когда сталкивались с критикой сценария и с невозможностью его пустить в производство. Они говорили, что это фильм не о девушке легкого поведения, а о маленьком котике, который никогда не вырастет и всегда останется котенком. Сначала фильм отчетливо показывает нам самую яркую грань Холли Галайтли. Девушку-фейерверк, девушку-праздник, которая легко на подъем, относится с симпатией ко всем, даже к первому встречному. Запросто впускает в свой дом незнакомцев и делает безумные вечеринки. А вечеринки эти нужны для того, чтобы познакомиться с мужчиной, который сможет обеспечивать ее и ее брата до конца жизни. Второй образ, более глубинный, она начинает раскрывать с момента знакомства с Полом. И каждая сцена с Полом раскрывает нам маленький фрагмент ее личности. Эта личность сбежала от прежней жизни, не найдя там чего-то большого и ценного, и теперь пытается заполнить вакуум мечтой о богатой жизни. Она не хочет никому принадлежать, потому что убеждена в том, что люди не смогут совладать с ее характером и странностями. Единственное, что можно сказать, что та жизнь, которую она живет сейчас, прожигая ее на вечеринках и путая день с ночью, постоянно теряя ключи и живя только лишь с безымянным котом, которого она и вовсе не хочет приручать, эта жизнь не то, о чем она мечтает. Ведь каждой женщине нужен кто-то, кто смог бы о ней заботиться. И этим кем-то становится Пол. И заказала 26 экземпляров ключей. Пол Варжек, молодой писатель, образ которого додумал Блейк Эдвардс, стал в этом фильме содержанцем. Не получив признания в карьере писателя, он устраивает свою жизнь, заведя отношения с богатой женщиной-декоратором, которая полностью содержит его и обеспечивает его безбедное существование. Интересно, что встреча с Холли полностью меняет Пола. И он начинает потихонечку выползать из своей гламурной раковины. Он находит еще более хрупкую душу, кого-то, кто еще более слаб и беззащитен, чем он. Это блюдо индийской кухни. А раньше я даже яичницу не умела готовить. И это делает его более сильным. Он чувствует необходимость кого-то защищать и становиться лучше, поэтому возвращается в писательство. Красавец Джордж Пеппорт, который сыграл эту роль, безусловно, великолепен. Его бездонные голубые глаза, которые, кстати, по какой-то странной закономерности встречаются почти во всех голливудских фильмах этого периода, просто сводят с ума. Кстати, на роль Пола изначально рассматривали Тони Кертиса, но именно Джордж Пеппорт был утвержден киностудией Paramount. Кстати, о Джорже он был не очень легким в общении с человеком, и к какому-то моменту вся съемочная площадка Paramount возненавидела его, потому что он порой позволял себе ослушиваться приказаний режиссера и просто не делал то, что его просили, а еще он успел поругаться с половиной съемочной команды. Вот такой вот неуемный красавец этот Джордж Пеппорт. Ну, а теперь давайте поговорим о плюсах и минусах этого фильма и все же решим, стоит ли этот фильм вашего внимания. Из явных плюсов я могу назвать, во-первых, это, конечно же, Нью-Йорк, сказочный и винтажный. В этом городе не утихают светские вечеринки, и его населяют непременно странные и немного карикатурные персонажи. Если преступник, то непременно в шляпе и с сигаретой в зубах. Если сосед, то гротескный японец. Но при этом сцена вечеринки, по моему личному мнению, самая яркая сцена во всем фильме, оставляет просто фееричные ощущения. В этой вечеринке Блэйк Эдвардс выразил весь свой комедийный талант режиссера. И, кстати, интересный факт, что вечеринку снимали в павильоне киностудии Paramount, и съемки вечеринки заняли целых шесть дней. Все актеры, которые играли гостей, были друзьями Блэйка Эдвардса. Настоящее шампанское, 450 литров других напитков, 60 блоков сигарет, хот-доги, холодные закуски, чипсы и бутерброды. Для съемок этой сцены использовали даже дымарь пчеловода, чтобы в кадре было достаточно дыма. Поэтому уже ради одной этой сцены стоит посмотреть этот фильм. Вторая причина – это режиссерские находки. Мой глаз заметил такие приятные мелочи, как духи и помада в почтовом ящике, часы на ноге, например, в сцене с вечеринкой, и непрекращающейся панорамной съемкой одним кадром. Также такие милые детали, как беруши в ушах, Холли, которые она не снимает, даже общаясь с кем-то, как кофе, который она разбавляет холодной водой и пьет прямо из банки. Огромное количество ключей, которыми постоянно щеголяет Холли Галайтли. Яркие эпизоды на вечеринке, во время которых женщина то смеется, то плачет, глядя в свое отражение в зеркале, высмеивая пустомельство в нашей жизни. Ну и, конечно, импозантный сосед-японец, мистер Юниоши, которого сыграл американец Микки Руни. Микки в какой-то момент своей жизни даже попал под травлю из-за этого образа, потому что на одном из фестивалей фильм запретили к показу, именно за счет вот этого яркого персонажа. На самом деле, этот персонаж, который был создан Блейком Эдвардсом, был создан для развлечения, и Микки никак не думал о том, что он кого-то обидит. Для этого персонажа Микки загримировали желтой краской, а также ему наложили накладные зубы. Микки Руни до конца жизни запомнился именно этой проходящей, но очень яркой ролью. Третья причина – песня «Moon River». Прекрасная композиция Генри Манчини, которая заслуженно получила свой Оскар. На самом деле, песню хотели вырезать из фильма, но Отре сказала, что это может произойти только через ее труп. А после премьеры отправила Генри записку следующего содержания. Я видела нашу картину. Фильм без музыки, как самолет без топлива. Ваша музыка воодушевляет. Все, что мы не смогли сказать словами или показать жестами, вы выразили в музыке. Вы самый шикарный кот и чувствительный композитор. Ваша Одри Хэбборн. Музыка действительно великолепна. Она вызывает тысячу мурашек по всему телу. Именно она создает атмосферу душевности и нежности, которую подчеркивали своей игрой Одри Хэбборн и Джордж Пеппорт. К слову, минусы у этого фильма тоже есть. Первый минус – это гротескность персонажей. Хотя, пересматривая винтажные фильмы прошлого века, мы видим, что гротеск был тогда в моде. И не можем судить за это режиссеров. Второй минус – это пропаганда курения. Вот здесь уже я никого защищать не буду. Действительно, сигарета была практически во всех сценах. И знаете, в какой-то момент я как будто выпадала из сюжета фильма. Например, в тот момент, когда Холли прилегла на плечо Пола, держа в руках незатушенную сигарету. И знаете, я все время думала, куда же упадет пепел? Он что, упадет на кровать? Но пепел никуда не падал, это же кино. Что ты делаешь? Выписываю чек. Что же ты так смутился? Разве я раньше не выписывала тебе чеков? Третий минус – это не очень хорошо разработанная история Пола. Почему он докатился до жизни такой? Почему он из писателя превратился в содержанца? Как произошел такой перелом в его жизни? Ну и четвертый минус – это любовная тема, которая не до конца разработана. Блестяще снятые первые кадры очень высоко задирают планку ожиданий зрителя. А потом появляется Пол, который живет на содержании у замужней женщины, и что-то как будто идет не так. Несмотря на такие несущественные минусы, этот фильм можно действительно назвать культовым. Он смотрится на одном дыхании, его хочется пересматривать, и он, как праздник, поднимает настроение. И, конечно же, у этого фильма появилось множество фанатов. Например, квартиру Холли, которая находилась в доме в верхнем Eastside на 71-й Восточной улице, выставили на продажу в 2014 году по цене 10 миллионов долларов. В итоге она была продана за 7,4 миллиона долларов. Фильм оставляет приятное и нежное послевкусие. Именно такие фильмы создают эффект маленького праздника в душе. И мы пересматриваем завтрак у Тиффани, неизбежно очаровываясь игрой и чувственной красотой, магией голоса и жестами великолепной голливудской актрисы Одри Хэбборн, которая умеет покорять и затмевать собой все остальное. И ведь действительно, каждому из нас, так же как Холли Галайтли, нужна отдушина. Для Холли это магазин Тиффани, для кого-то это семья, дети, хобби или просто жизнь на природе. Но каждый из нас стремится к счастью. И в этом самый главный посыл этой картины. Поэтому, если вы сейчас в поиске уютного уголка для своей души, то обязательно посмотрите этот чудесный голливудский фильм под названием «Завтрак у Тиффани». Дорогие друзья, а я продолжаю записывать обзоры интересных культовых голливудских фильмов, а также делать разборы поведения и мимики известных голливудских актеров. Поэтому, если вам интересна эта тема, обязательно подписывайтесь на мой канал. А я иду дальше, чтобы делать для вас новые, еще более интересные разборы.